Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Мобилизационная работа в Усть-Жигутинском и Малокарачаевском районах. Военкоматы республики продолжают работу под частичной мобилизацией населения. Начался сезон и перегон крупного рогатого скота с летних на зимние пастбища. Сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения к бдительности. Авантюрная драма «Экспресс» вышла в прокат. Эмоциональная история одного маленького городка с колоритным бытом. Свои произведения он создает как в миниатюре, так и в монументальных формах. 75 художнику Юрию Карасову. Глава Карачао-Черкесии Рашид Емрезов выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагедией в школе Хижевска. Жертвами этого зверского преступления стали 9 детей, совсем еще юных малышей и подростков, а также четверо взрослых. Свыше двух десятков раненых. Нечеловеческий поступок, которому нет оправдания. Жители Карачао-Черкесии сегодня скорбят вместе с вами. Скорейшего выздоровления раненым сил тем, кто сегодня потерял своих родных, говорится в соболезновании главы республики Рашида Емрезова. Военкоматы Карачао-Черкесии продолжают работу по частичной мобилизации населения. Призыву в первую очередь подлежат граждане до 45 лет, которые в настоящее время состоят в запасе. Ранее проходили военную службу в вооруженных силах, имеют военноучетную специальность и соответствующий опыт. О том, как проходит мобилизационная работа в Ужигутинском и Малокрачаевском районах, в репортаже корреспондента Артура Мхце. Несколько молодых людей ожидают около Ужигутинского военкомата, в своей очереди, чтобы отправиться на сборы. Для выполнения ныне стоящих перед российскими военными задач, им предстоит пройти краткосрочную дополнительную подготовку с учетом опыта специальной военной операции на Украине. Впрочем, кое-кто из ребят не понаслышке знает специфику условий, в которых придется находиться не один день. Андрей, меня зовут. Я уже принимал участие в добровольческом отряде «Кубань». Проходил военную специальную операцию. Сейчас, как вернулся оттуда, узнал об такой обстановке, не мог остаться в стороне, потому что я поддерживаю наше государство, верховного главного командующего нашего, и не могу остаться в стороне, потому что надо защищать свою родину, суверенитет и интересы своего государства. В народных республиках осталось немало ребят, с которыми Андрей находился в добровольческом отряде. Со многими из своих нынешних друзей он познакомился уже в Донбассе и Луганске, когда обеспечивал безопасность местного населения, не согласного с действиями киевского режима. Имея за плечами такой опыт, он, не задумываясь, решил вновь отправиться на армейскую службу. При отборе граждан, которые будут призываться по мобилизации, учитывается возраст, не старше 45 лет. Граждане, которые отслужили, годные по состоянию здоровья. И прежде всего, участники, ветераны боевых действий, которые участвовали уже на Чеченской войне, в других конфликтах. В первую очередь, участники боевых действий. Асланбек, 28 лет, служил в Чеченской республике, 8-я отдельная мотер-стрелковая бригада, батальон специального назначения «Восток». Считаю необходимым тоже принимать участие в данных мероприятиях. Меня зовут Хасам, мне 24 года. Я ранее служил в армии. Сейчас, как нужна необходимость нашей стране помочь, я вышел в числах добровольца помочь нашей стране. У меня есть боевые подготовленные учения, на срочные службы я проходил, служил в ПВО. По данным военного комиссариата, работа по частичной мобилизации жителей Ужигутинского и Малокарчаевского районов ведется в плановом режиме. Несколько групп военнообязанных, имеющих необходимый опыт и квалификацию, уже проходят дополнительную подготовку, после чего отправятся для выполнения задач, поставленных руководством страны и Министерством обороны России. Артур Мухци, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Ужигута. Сотрудники госавтоинспекции Карачаево-Черкесии призывают участников дорожного движения к бдительности во время сезонного перегона домашнего скота. С начала года на дорогах республики произошло 75 дорожно-транспортных происшествий. Причина – наезд на животное. Один человек погиб, и 12 получили ранения различной степени тяжести. С сентября по ноябрь проходит сезонный перегон крупного рогатого скота с летних на зимние пастбища, в связи с чем повышается риск совершения ДТП с их участием. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных является нахождение скота на проезжей части, а также их внезапное появление в темное время суток. В соответствии с законом за выпас животных, а также нарушение правил прогона через автомобильные дороги предусмотрена административная ответственность. С сегодняшнего дня по конец ноября 2022 года на территории Зеленчукского, Урубского, Малокарачаевского, Карачаевского муниципальных районов будет производиться перегон крупнорогатого сельского домашнего скота. В связи с чем госавтоинспекция по Карачаево-Черкесской республике информирует водителей о том, чтобы они были внимательны, соблюдали ПДД, обращали внимание на знаки, предупреждающие о вольном выпасе, а также перегоне скота через федеральные автодороги. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Фильм притча «Экспресс» вышел в прокат. Авантюрная драма стала победителем смотра окно в Европу. В кинотеатре «Чарли» состоялся закрытый показ. На него пришли все те, кто с самого начала участвовал в создании фильма его поклонников. А в нашей республике их много, так как картина была снята в Карачао-Черкесии. Об истории фильма, его героев и впечатлениях расскажет Альбина Ламкова. Полнометражный «Экспресс» не боится реальность. Кино, в котором можно наблюдать сказочную природу Кавказа. Идея тоже любопытна. Она не новая, но преподнесена необычно. Обрастая по ходу сюжета интересными деталями. В фильме рассказывают весьма эмоциональную историю одного маленького городка с колоритным бытом. Где простые виды панельных домов на фоне величавых гор. В нем местные ребята мечтают о хорошей жизни. Путь у каждого свой. Главный герой фильма Саша Сосланов по кличке Сос вместо учебы хочет легкой жизни, но рискованной. Он делает ставку в букмекерской конторе и попадает в жесткую жернову приключений. Автор идеи, конечно же, не забывает и про юмор. Но он не всегда вызывает улыбку. Надо сказать, что это первая роль молодого актера. Несмотря на это, он был уверен в успехе картины. Об этом он рассказывает еще в процессе съемки фильма. А еще Саша признался, что играл сам себя. Мне ничего, наверное, для этой роли не нужно было придумывать сверх себя самого. То есть, то, что называется «я в прилагаемых обстоятельствах». То есть, отходить от себя было бы бессмысленно. Наоборот, режиссеру истории, видимо, нужен я как человек. Режиссер фильма Руслан Братов, к сожалению, не смог приехать на предпремьерный показ, рассказал Тимур Багов. К сожалению, не приехал. И мы решили, он хотел такое, какое-то воодушевленное слово сказать. Веселое. Но в связи с сложившейся ситуацией в нашем прекрасном государстве, мы решили, что мы запустим сейчас фильм без его слова. Потому что сегодня много мальчишек наших поехало. Мы за них болеем. Съемки проходили в Черкесске, Карачаевске и Тиберде. Во многих эпизодах принимали участие жители нашей республики. К съемочной работе все подошли серьезно, вспоминая Тимур Багов. Когда уже начали съемочный процесс, наши телефоны начали рваться на части, потому что люди действительно увидели, что кино снимается. Но вообще, в общем и целом, это незабываемый опыт. Это незабываемый опыт первой картины для меня именно в родных землях. Я думаю, что это большой шаг к возрождению кинематографа на Северном Кавказе. Потому что в свое время на Северном Кавказе были очень сильные кинослуги. Фильм потрясающий. Я очень рада, что такие большие проекты реализуют именно на нашей территории. У нас самая лучшая природа, самые лучшие люди. Я очень надеюсь на то, что это не последний такой проект в нашем регионе. Мне очень понравилась игра актеров. И очень приятно было видеть своих земляков на экране. Составить свое впечатление о кинокартине «Экспресс» можно всем желающим. Он уже вышел в прокат для широкой публики. Алибина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. 75-летний юбилей отметил заслуженный художник Карачаево-Черкесии Юрий Карасов. Выставка персональных работ юбиляра прошла в детской художественной школе «Черкеска», которую он возглавляет. Юрия Карасова поздравили коллеги и друзья. Подробности у Али Баташева. Тема Ногайского эпоса и культуры центральная в творчестве художника Юрия Карасова. Свои произведения он создает как в миниатюре, так и в монументальных формах. В арсенале художника различные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусств. Станковая живопись и графика. Афорт, мозаика, резьба по дереву. Все зависит от поставленных задач и желания самого автора. При этом я графикой в основном занимаюсь, а зимой перехожу на живопись. Вот такие вот этапы. Потом, может быть, еще что-то какое-то. Прочитал свежее, что-то новое узнал по национальной тематике. А быстренько пока еще в памяти рисую, рисую, сделаю. Вот такая судьба художника. На творчество художника особенно влияет место, где он родился, считает дочь Юрия Карасова искусствовед Фатима Конокова. Родной Ау и Конхал. Именно там его воображение возникли незримые образы несущихся всадников, где теплые руки бабушки Керуан обнимали его, где он слышал рассказы дедушек. И вот эти все образы впоследствии стали образами его картин. На экспозиции представлена работа разных лет, характеризующая различные грани творчества. Это и удивительные пейзажи, осень в горах у подножия, серия живописных и графических произведений Нагай-Л и другие работы. Своё творчество художник успешно совмещает с преподавательской и общественной деятельностью. Так Юрий Карасов – председатель общественного движения «Берлик» и Нагайской культурной автономии «Черкеска», а с 1990 года – директор художественной школы «Черкеска». Поблагодарить его за добросовестный труд, за его талант, за умение, за терпение, за ту доброту и ту искренность, которую он дарит не только своему педагогическому коллективу, но и детям. Свой юбилей Юрий Карасов встретил в прекрасном настроении. Только за этот год художник провел 12 персональных выставок, включая города Сочи и Париж. Есть творческие планы и силы для их исполнения. Главное не останавливаться на достигнутом, а продолжать творить и делиться своим опытом с подрастающим поколением, считает художник. Али Баташев, Мухаммед Ашебоков, Вести Крачаева, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайка». Продолжение следует...